Не сильно хотелось бы здесь опять мазюкать что-то, но бывает. Вот эта лампа у меня шлепнулась. Обращайте внимание на объекте, эти доски бывают не прикрученные, как у меня оказалась одна не прикрученная. Взяли просто шпаклевочку, обычную, с ведра. Замазюкали быстро, потом это все прошкурим и постараемся красивенько отреставрировать. Посмотрим на что, а раз это чем-то. Продолжаем реставрацию, в общем шпаклевка подсохла, я подшкурил, это я не демонстрировал. Ну и вот просто в цвете иный латекс подкатали сверху, в местах боевой славы. Ну и сейчас сказочка подсохнет, закатаем вельветом, потом нанесем рисунок. Так, но я поторопился чуть-чуть, но я просто закрасил уже реставрационное место вельветом разведенным, закатал. Все, такое получилось пятнышко. И оно подсохнет и мы его задекорируем уже по-настоящему. Ребята, значит, как всегда подводные течения не дают все отснять, не получилось. Но все-таки я вам продемонстрирую то, как я отреставрировал уже в готовом виде, уже конечный результат. Ну, вы видели, что стенка была коцнутая, что там была шпаклевка, вот тот же лестничный марш. Здесь у меня шлепнулась вот эта лампа, вот своим уголочком хорошо припечатала вот здесь. Здесь у меня весь угол, вся плоскость была такая, стиральная доска просарапана, прошлось очень серьезно. Я это все пошпаклевал акриловой шпаклевочкой, закатал и латексом, закатал первым слоем вельвета жидким, в цвете тоже. Ну и сделал рисунок. Ребята, ну все знают, как наносится вельвет. В принципе, суть не в этом. Тут может быть даже для заказчиков и для уверенности мастеров, которые еще не реставрировали, что те же движения. Вот мазки, мы просто повторяем рисунок свой. Все, что у нас уже было нанесено, задача просто не создавать новый рисунок. А если у нас мазочек здесь был, перламутрился, светленькая, вот, и здесь у нас была царапка. Ну, значит, светленькое надо и повторить, чтобы он таки остался светленьким, а тут перешел в темненький, да, получается, лепесточек такой. Вот, чтобы эта шпатулата, она читалась. Вот, светлый, темный, светлый, темный. И так оно ориентировочно в перемес создает очень красивый рисунок. Вот. Получается, что, ну, ничего не видно. Я немножко переживал, потому что, вот, лестничные марши, вот эти все окна, они создают обычно проблемы, потому что, ну, начинают бликовать, очень сильно, да, и когда выходит солнышко, ну, прям очень сильно видно, загорается все ненужные места, все недочеты, даже если идеальная стеночка, да, но вот сейчас в углу там все темное, вроде бы ничего не просматривается. Но стоит сейчас выйти солнышку, и это все так заиграет, подчеркнет все. Вот, поэтому как и в моем случае. Вчера я посмотрел и под солнышком, и в полутенях, и в искусственном освещении. Все было очень классно. Ну, сами видите, ничего не видно. Ну, я думаю, это и не секрет для мастеров. Они давно об этом знали, давно уже все реставрируют. Очень часто, ну, я думаю, меня ждет здесь тоже еще дополнительная реставрация. Лестница не готова, как вы видите. По-любому, столяра ее еще в стенку эту закоцают. Мы, конечно же, с ними возьмем по новому счетчику. Ребята, никогда не реставрируйте за даром. Вы за эту стенку уже взяли деньги, вы ее продаете, она продана, как на аукционе. И теперь, если ее надо отреставрировать, к вам обращаются по новой. Это новый ценник, и его вы уже определите для себя сами.